Приветствую вас. В первую очередь мне бы хотелось сказать, что вы задаете свой вопрос в раздел психологии, а не в раздел эзотерики. Именно в разделе эзотерики вам погадают, в разделе эзотерики вам ответят на вопрос о том, стоит ли вам его ждать, поэтому если вы хотите задать вопрос именно в контексте гадания, то я рекомендую вам перенести свой вопрос. Именно туда, куда я сказал, для того, чтобы получить ответ по прямому назначению. Как психолог, как психолог, я отвечу вам, что для понимания ситуации необходимо знать, как так вышло, что мужчина вас бросил. То есть, что были за проблемы между вами, какие были проблемы между вами, если были, вот. Ну, они скорее всего убили, да, потому что вряд ли человек вас бросил просто так. Хотя, может быть, его просто любовь прошла. Такое, в принципе, что же, может быть. Так что, это первое. Это первое. Второе. Исходя из того, что вы написали, вот, исходя из того, что вы написали, я предполагаю, что вы к мужчине слишком привязаны. И вполне возможно, что эта привязанность сыграла с вами злую шутку. Обесценив вас, вот, в глазах мужчины и сделав вас абсолютно ему неинтересным. Вот. Поэтому, с другой стороны, нужно, значит, ну, с другой стороны, нужно будет обязательно проанализировать ваше поведение и подкорректировать его, чтобы в будущем таких ошибок не допускать. Вот. Дальше. А, первый аспект. Никого ждать, а, никого ждать, в принципе, не нужно. Соответственно. Соответственно, мужчина ушел, то он ушел, это его выбор был уйти от вас. И, соответственно, ждать его, ну, на мой взгляд, не стоит. Потому что, прощать так можно, в принципе, очень-очень долго. Вот. А по итогу, вы, собственно, ничего не добьетесь, по итогу вы просто потеряете свое время. Вот. Поэтому ждать, еще раз повторю, ждать никого не стоит, ждать никого не надо. В этом нет ничего, сколько-нибудь правильного и эффективного, то самое главное, вот, и полезного для вас. Ну, вот. Надеюсь, этот момент вы уяснили. Дальше. А, вот вы говорите, что мы не общаемся. То есть, он вас спросил, и вы не общаетесь. А, по какой причине вы не общаетесь? То есть, в чем, в чем трудность общения? А, то есть, не общения. Получается, что не так, не так уж вы и неравнодушны друг другу, раз не общаетесь. Если на грех крепко подумать. Если на грех крепко подумать. Потому что, если общения нет, значит, мужчина, вполне вероятно, к вам, тоже что-то еще испытывает. Я не хочу давать надежду, но, тем не менее. И если так, то дайте ему время, остыть, подумать, значит, побыть без вас, соскучиться. Вот. И, собственно, так далее. А далее я бы рекомендовал начать общение. Особо не важно, зачем. Да, то есть, лучше, конечно, идеальный вариант, это, когда вы не рассчитываете ни на что, да. Идеальный вариант, когда вы просто не ждете чего-либо. От. От. Мужчины. Например. Да. Вот. Ну, просто не ждете. То есть, эээ. А. 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 Общайтесь. А. Просто, чтобы. Общаться. Вот. Ну. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Что-то получится. Может быть. Не получится ничего. Но. Так или иначе. Контакт какой-то будет. Вот. И лучше иметь какой-то контакт, чем не иметь никакого контакта. Вот. Дальше. А. Значит. Для чего вам, чтобы мужчина вернулся? Зачем вам это? Наши желания делают нас несвободными, к сожалению. И. Поэтому. А. Для того, чтобы вам. Быть более свободной. А значит. Более естественной. А значит. Более интересной. А. Ну. И надо понимать. Для чего вам. Чтоб. Чтоб вернулся мужчина. Зачем. Вы этого хотите. С какой. А. Целью. Вы этого хотите. Вот. Постарайтесь определиться. Ну. Вот. С этими аспектами. Это важно. Потому что. Те ваши желания. Которые стоят. За. Потребностью. В том, чтобы мужчина вернулся. Те ваши желания. А. Они. А. Являются одновременно и вашими. Врагами. Те ваши желания. Потому что. Именно и для них вы. Эм. Ну. Скажем так. Чувствуете себя. Брошенной. Брошенной. Сейчас. Вот. Так же. Брошенной. Эм. Было бы. Неплохо. Если. Эм. БЫ. Поработали. Немного. Над. Своей. Самоценкой. В плане того. Что. Мужчина от вас ушел. Да. Мужчина от вас ушел. А. Вы. Хотите. Чтоб он вернулся. То есть. У вас даже не возникает мысль. Но. Он. Решил. Оставить. Он. Решил. Что. Я ему больше не нужна. Зачем же я. Буду. Эм. Его. Принимать. Для чего. Его. Принимать. Если. Он. Решил. Что. Больше. Я. Ему. Не нужна. Поэтому. Этот. Аспект. Аспект. Ценооценки. Аспект. Собственного. Достоинства. Тоже. Необходимо. Вам. Возможно. Подкорректировать. Как я говорю. Возможно. Я имею ввиду. Потому что. Я вас. Совершенно. Не знаю. И. То. Что. Говорю. Это. В некоторой степени. Предположение. Только. Только. Вот. 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 Можно ответить. Вам. На. Ваш. Эм. Вопрос. На. Ваш. Текст. Вот. Так. Можно. Ответить. Вам. Надеюсь. Что. Это. Было полезно. Для. Вас. Если. Вам. Понравился. Мой ответ. Буду. Благодарен. Если. Сделаете. Его. Лучше. Если. У. Вас. Остались. Вопросы. Вы. Можете. Задать. Мне. Их. В личку. Я буду. Рад помочь. Если. Вам. Понравился. Я. Желаю. Всего. Самого доброго. Удачи. На.